привет всем друзья в этом видео покажу расскажу как сделать своими руками простейшую антигололедную подошву на любой скользкой обуви и не нужно будет падать и получать травмы которые могут обернуться дорогостоящим лечением как зачастую бывает завод-производитель обуви хочет сэкономить на сырье из-за этого обувь скользкая первый способ сделать подошву не скользящей антигололедной протектору вашей подошвы надо приклеить сухой песок предварительно подошву обезжиривателем обезжирить лучше всего для этого подходит любой водостойкий клей клей на подошву нанесли затем обувь на песок поставили чтобы он хорошо прилип через 24 часа обувь с песка убрать песок подошве намертво приклеится сейчас я свои сапоги одену и на улице проведу тест будут ли они скользить или нет перемещусь в очень скользкое место из всей моей обуви эти сапоги самые скользкие были теперь как бы я не старался моя обувь скользить отказывается и в очень скользкие места она вгрызается аж снег в разные стороны сейчас посмотрим поближе на тропинке абразивные полоски оставленные от подошвы что с одной стороны что с другой приклеенный песок справляется на все сто процентов со своей задачей теперь наиболее легкий способ сделать подошву антигололедной это я увидел в интернете и сейчас проверим только придется немного денег потратить понадобятся две металлические губки как раз то что нужно ради эксперимента болгаркой абразивным диском у подошва своих сапог клей с песком полностью стесал пришлось конечно немного повозиться пришло время применить две губки из упаковки одостанных теперь каждую губку необходимо как-то натянуть на каждый сапог я решил действовать по принципу носка сначала доберусь до конца а затем буду стараться натянуть на подошву одну губку натянул теперь сделаю то же самое со вторым сапогом прошло не так много времени губки на сапоги натянул сейчас я их одену и протестирую по скользкой тропинке пока иду уверенно обувь не скользит сейчас попробую на очень скользком месте результат конечно же отличный я бы сказал довольно хороший но подошве я не даю никакой нагрузки чтобы губка не порвалась поближе посмотрим сапоги совсем не скользят а сейчас попробую с разбега поскользить первый раз прошел отлично но губки начинают медленно рваться и обувь начинает постепенно скользить посмотрим что произошло с губками на подошве практически их не осталось ни на одном сапоге вывод складывается только один губки себя показали с хорошей стороны как антигололедное приспособление если аккуратно ходить и не скользить они выполнили свою функцию на все сто процентов если губки натянуть на обувь из кожи есть вероятность кожу повредить больше всего мне способ понравился самый надежный долговечный это приклеенный песок подошве а так два способа хорошие эффективные а какой использовать выбирать только вам кому такая идея и хитрость была интересна и полезна оцените лайком не забудьте подписаться всем удачи пока